Я слепой, задавайте вопросы. Предыстория. Когда мне было 8, моя мама решила развестись с отцом. 14 июня 2006 года он выстрелил в меня, пока я спал, застрелил моего брата, а затем покончил с собой. После этого мне удалили левый глаз, а правый полностью ослеп. Я также потерял обоняние. Я открыт к любым вопросам, касающимся моей жизни, поэтому спрашивайте все, что захотите. Вот некоторые мои увлечения. Соревнования по плаванию. В настоящее время я живу и тренируюсь в центре олимпийской подготовки. Музыка. Я играю на фортепиано, гитаре, барабанах и немного пою. Видеоигры. В основном я играю в Pokemon, Mortal Kombat, Black Ops, Smash Bros и другие игры. Я знаю, что многим может быть интересно, как именно я играю в видеоигры, поэтому буду рад ответить на любой вопрос. Настолка Magic the Gathering. Я просто кайфую от этой игры. YouTube. Мне нравится снимать видео на YouTube на различные темы. Распаковка про технологии, про образование. В общем, практически обо всем, только с точки зрения слепых. Прежде чем кто-то спросит, как я пользуюсь техникой. На своем компьютере я использую программу для чтения экрана NVDA. А на айфоне есть встроенная программа VoiceOver. Как ты играешь в видеоигры? Я играю в наушниках, запоминаю все звуки, использую стерео, чтобы понимать, где находятся объекты и так далее. Не во все игры получается играть. Некоторые освоить более трудно, чем другие. Но тем не менее, я пытаюсь. Тебе нужно записать и загрузить видео, в котором ты во что-нибудь играешь. Люди, в принципе, любят обычные летсплеи, но ты бы их всех сделал. На моем YouTube-канале есть парочка видео, в которых я играю. Твой оптимизм после всего того, что с тобой произошло, заставляет меня испытывать стыд, так как я постоянно ною по всяким мелочам. Но в то же время мне приятно читать обо всех твоих достижениях. Не парься, я тоже ною по пустякам. У тебя идеальный слух из-за всего этого случайно не развился? Я не верю, что можно развить идеальный слух. Либо он у тебя есть, либо его нет. Хотя я могу ошибаться. В общем, нет у меня идеального слуха. Да, думаю, ты прав. Еще кое-что. Ты скорее играешь на слух, или ты больше шаришь в теории. Или и то, и то. Точно на слух. Хотя я всегда хотел выучить теорию. Есть ли у слепоты свои плюсы? Действительно классный вопрос. Первое. Солнце не слепит. Второе. Можно спокойно ходить в темноте. Третье. Можно ставить в неловкое положение прохожих, неосознанно смотря на них. Четвертое. Не нужно смотреть на экран телефона. Пока все, что сразу пришло в голову. Круто ходить в темноте. Ха-ха, это должно быть мое любимое. У меня постоянно ухудшается зрение из-за отслоения сетчаток. Днем я все еще относительно хорошо вижу. Но когда солнце начинает садиться, все вокруг становится огромным фиолетовым синим пятном. Скоро, как мне сказали, вообще ничего не будет видно. О, эти рассуждения натолкнули на еще один вопрос. Ты помнишь, как выглядят цвета? Тебе было восемь, когда ты ослеп. Так что думаю, да. Но со временем ведь память ухудшается. Да, я помню, как выглядят цвета. Не думаю, что это возможно забыть. Логично. Тогда какой твой любимый цвет? Само собой, синий. Как бы ты описал слепоту? Есть ли что-нибудь, что ты видишь в своем воображении? Или это просто полное отсутствие зрения? Хороший вопрос. Это сложная тема, поэтому вот видео, снятое мной, в котором я подробно описываю, каково это. Как ты пытаешься осмыслить убийство твоего брата? Или ты стараешься не думать о таких вещах? Большой респект тебе за то, что ты создал этот опросник. Обнимаю. Знаешь, случилось то, что случилось. Это довольно дерьмово. Что еще я могу сказать? Надеюсь, это не странный вопрос, но... Ты не думаешь, что слепота каким-то образом отодвинула трагедию на второй план? То есть, вместо того, чтобы переживать о том, что произошло, ты сосредоточился на своей личной реабилитации? Или, возможно, слепота каким-то образом сделала тебя другим человеком, и ты смог по-другому взглянуть на трагедию? Я не уверен, есть ли смысл в моем вопросе, но мне интересно узнать твою личную точку зрения по этому поводу. На самом деле, в этом предложении довольно много смысла. Я никогда не задумывался о таком, но ты вполне можешь быть прав. Каковы были твои первые мысли, когда ты понял, что ослеп? Как ты узнал об этом? Ты подумал, что ты просто в данный момент находишься в темной комнате без света? Или тебе сразу кто-то объяснил, что произошло? Каково это было, когда ты начал привыкать к новому образу жизни? Ты был зол, напуган и так далее? Или ты быстро адаптировался и был полон мотивации не падать духом из-за случившегося? Я проснулся в больнице уже слепым. Это было очень странное ощущение, потому что, как ты сам написал, я ничего не видел. Мама рассказала мне, что случилось. Мне до сих пор кажется, что я отреагировал на эту ситуацию совсем не так, как ожидали люди. Я вроде как просто принял это и продолжил жить. Это не значит, что это никак не повлияло на меня. К примеру, после случившегося я еще несколько месяцев боялся взрослых. Ты способен визуализировать вещи? Ага. Похоже, что музыка занимает огромную часть твоей жизни. Это из-за того, что слух стал твоим самым сильным чувством? Если это так, то что ты слушаешь? Это определенно так, только не из-за того, что я слепой, а потому что я музыкант. Мне нравится рок, металл, электронная музыка, джаз, инди и так далее. Тебе снятся красочные сны? Ты общаешься с кем-нибудь из родственников отца? Не особо. И нет, родственники моего отца отказались общаться с нами. Раз уж ты пловец, а я инструктор по плаванию, то должен спросить. Ты учился плавать до или после случившегося? Если до, то тебе нужно было заново учиться? Неа, я научился после. Нифига себе, я видел твой канал на ютуб. Ты учишься в колледже? Что изучаешь и кем хочешь быть в будущем? Я учился в колледже. Взял перерыв, чтобы переехать в центр олимпийской подготовки, дабы посвятить свое время тренировкам. Тем не менее, я собираюсь вернуться в колледж. Хочу стать программистом. Спасибо за возможность задать вопрос. Сожалею о случившемся, это ужасно. У меня вопросы, касающиеся социума. Как, по твоему мнению, твоя неспособность видеть влияет на социальное окружение? И что ты делаешь, чтобы исправить ситуацию? В смысле, у тебя есть девушка, тебе труднее найти себе девушку. Аналогичный вопрос о работе, если ты работаешь. Что труднее ли получать работу? И что ты делаешь для преодоления этих социальных трудностей? Хорошие вопросы. Первое. В старшей школе у меня всегда были проблемы найти друзей. Частично из-за слепоты, частично из-за того, что мне, в принципе, трудно взаимодействовать с людьми. Второе. В тот же период времени мне было трудно встречаться с девушками. Сейчас я счастлив, у меня есть девушка, и я не жалуюсь. Третье. Что касается работы, то и да, и нет. Это зависит от сферы. К счастью, для меня уже есть слепые блогеры, музыканты и программисты. А это все, что я хочу делать. Что касается других областей, то я слышал истории о том, что слепым людям приходится труднее. Ты написал, что играешь в Black Ops. Мне просто любопытно, как именно. Я могу понять, например, как с помощью стереозвука можно различать общее местоположение людей, вещей некоторого рода. Но как узнать, они враги или друзья? А еще, как ты определяешь, какие у тебя пушки и все такое? И, наконец, как ты понимаешь, что на самом деле целишься у врагов? Ну, в основном я играю в режиме зомби. У всех пистолетов разный звук. И стрелять в зомби так же просто, как и понять, благодаря стереозвуку, то, что они находятся в центре. Какой твой любимый супергерой? Сорви голова, по понятным причинам. Ты ведь и есть сорви голова? Я бы хотел им быть. Сорви голова, ответил бы точно так же. Фильмы для взрослых ты тоже слушаешь? Да. Насколько сильно отсутствие обоняния ухудшает вкус? Немного ухудшает. В кого ты влюблен, как минимум, только из-за голоса? В свою девушку. Она тебе как-то помогает? Если да, то как? Как долго вы вместе? Ну, она же моя девушка, она помогает мне во многих вещах. Мы уже год вместе. Какая игра вызывает у тебя интерес, но не так доступна в освоении, как игры, в которые ты регулярно играешь? Мне всегда было интересно, что из себя представляет Fortnite. Я имею в виду, что делает ее настолько крутой, что все в нее играют. Абсолютно ничего. Привет, я преподаватель у слепых и слабовидящих. Какие полезные вещи сделали для тебя учителя? И что было неразумно с их стороны? Хороший вопрос. Из полезного были отзывчивы настолько, насколько это возможно. Неразумно было не хотеть давать использовать мне девайсы, которые бы мне помогли. Видел твой инстаграм? Прости, если этот вопрос покажется грубым, но зачем тебе татуировка, если ты слепой? Ну, раньше я мог видеть, так что я знаю, как она выглядит. Кроме того, это просто более глубокий способ самовыражения, чем через одежду, если понимаешь, о чем я. На своем ютуб-канале Молли Берг рассказывал о людях, которые сомневаются в своей слепоте. С тобой такое когда-нибудь случалось? Да, потому что я слеп не от болезни, так что взгляд у меня не как у слепого. О, а у тебя есть рефлекс, о котором она рассказывает? Ну, тот, когда ты смотришь на все. То есть смотришь на людей, которые разговаривают, или в свой телефон, и так далее. Ага. Как ты относишься к тому, что в будущем глаза можно будет заменить камерами? Я был бы очень рад, случись это со мной. Как случившееся повлияло на отношения с мамой? У нас с мамой всегда были трудные отношения. Не из-за того, что случилось со мной, а скорее из-за того, что мы совсем разные люди. Как и почему ты стал заниматься легкой атлетикой на серьезном уровне, несмотря на то, что не можешь видеть? Не было ли чувства страха? Как ты его преодолел? До того, как я ослеп, я играл в футбол, поэтому очень скучал по активному образу жизни. Каким ты помнишь своего отца? Есть ли у тебя еще какие-то воспоминания, которыми ты дрожишь, или его черты, которые ты помнишь, или же случившееся удалило твою память о нем? Да, у меня есть хорошие воспоминания, как мы сидим и вместе играем в Smash Bros, как он учит меня водить квадроцикл, как он смастерил для меня канатный спуск и так далее. Что ты чувствовал сразу после того, как он в тебя выстрелил? Я не знаю, я проснулся, когда это произошло, но мой мозг стер всю память о том моменте. В памяти осталось только то, как проснулся в больнице о слепшем. У тебя есть шрам от выстрела? Да, тот, что с левой стороны головы затянулся, но когда пуля прошлась сквозь голову, она застряла в левой ладони. И вот на ней у меня остался довольно жуткий шрам. Я пойму, если не захочешь отвечать, но ты не знаешь, почему твой отец решил застрелить тебя и брата, но маму оставил в живых. Он написал об этом в своей предсмертной записке. Отец хотел причинить как можно больше страданий моей матери, и поэтому не убил ее. Ты когда-нибудь мог вообще предположить, что твой отец делает что-то настолько ужасное? Нет, мне было всего 8. Как кто-то в таком возрасте может задумываться о чем-то подобном? Какие у тебя есть татуировки? Какой у них смысл? На одной татуировке, сделанной шрифтом Брайля, написано «Через боль мы растем». На второй тату изображен покемон Гоярдос. Он символизирует время в моей жизни, когда покемон был для меня способом оставаться вне видимого мира, но при этом чувствовать себя нормально. Он также символизирует мой путь к паралимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Японии. Большое спасибо за просмотр, и интересно, смотрят ли нас или слушают слепые люди? Если это так, то напишите свои истории в комментариях. Плюс предлагаю посмотреть видео, что люди ошибочно считают в себе уникальным, и люди, которым осталось жить меньше года, что вы хотите успеть сделать, и чем мы можем вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!